На телеканале Нефтехим Новости в студии Анны Александровой. Здравствуйте! Сегодня мы расскажем вам о наиболее значимых событиях, которые произошли в Нижнекамске и не только. Будет интересно. Вначале коротко о главном. Путевка в жизнь. Те предприятия, которые будут приходить сюда резидентами, они всегда будут лучшими и первыми. В Нижнекамске определены 6 лучших предпринимательских проектов. Уборочная страда в самом разгаре. Урожай есть, но надо убрать вовремя и погоду и условно, чтобы посмотреть. В битву за урожаи вступили все фермерские хозяйства Нижнекамского района. Талантливый человек, талантлив во всем. И на производстве успевают, и успевают подметить какие-то интересные моменты. В профсоюзе Нижнекамский Нефтехима продолжается конкурс фоторабот. Мечты должны сбываться. Ну, очень интересно, что они приехали. Я очень рад. Я тоже хочу стать, как они. Хоккеисты молодежки встретились с юными нижнекамцами. Уже пятый по счету в этом году инвестиционный совет состоялся в Нижнекамске в минувшую пятницу. Благодаря инициативам предпринимателей и существенной поддержке со стороны муниципалитета в городе в скором будущем появится почти 2000 новых рабочих мест. За проекты голосовали представители власти, банковской сферы и сами предприниматели. Эти бизнес-идеи можно назвать выигрышными. Они должны привлечь инвестиции на сумму 29 миллиардов рублей. Помимо экономической прибыли, они забыли про социальную значимость. Все подробности в сюжете. На инвестиционном совете традиционно рассматриваются проекты, которые входят в программу по улучшению экономики города. В исполкоме отмечают, что этот поток постоянно набирает силу. В этом году предприниматели проявили большую активность в плане получения субсидий. Уже выпущен каталог проектов, куда вошли 22 бизнес-плана. В ближайшее время он будет доступен в сети. Сегодняшние проекты, если будут одобрены инвестиционным советом, они войдут в этот каталог и получатся стороннюю поддержку, которая необходима. Одно из предложений создания индустриального парка «Пионер» очень вдохновило и руководство города, и членов совета. Его представил предприниматель Булат Матыгулин. «Пионер» будет располагаться на территории бывшего кирпичного завода. Реализация проекта пройдет в несколько этапов. Планируется, что в результате площадь парка достигнет 45 тысяч квадратных метров, а трудоустройство получат 850 человек. Нижнекамск нуждается в большой промплощадке. Радмир Беляев провел параллель с нашими соседями, набережными Челнами, и подчеркнул, что их опыт оказался успешным. На сегодняшний день есть челненский кипмастер. Всем известный. Больше одного миллиона площадей. Они все востребованы. На сегодняшний день, чтобы попасть в кипмастер, огромная очередь. И многие инвесторы, придя в Челны, остались там работать благодаря кипмастеру. Потому что есть город, и социалка, и есть помещение, где размещать. Сегодня, если глубоко задуматься, где бизнесу взять помещение, где-то на БСИ еще, где-то это все локально. Нам нужно создавать условия более системные, управлять этим процессом и помогать инвесторам комфортно заходить сюда. На совете рассмотрели два проекта, которые станут резидентами другого промышленного парка – Нижнекамск. Планируется, что новички откроют производство изделий для систем промышленной вентиляции, а также продукции из ПВХ и ПЭТ. В конкурсе на получение финансовой поддержки по программе «Лизингрант» участвует и Нижнекамская ПТП-1. Предприятию помогут приобрести новенькие нефасы, а это значит, что пассажирские перевозки станут качественнее. Не остались в стороне социально значимые вопросы, в их числе доступность детского спорта. Новое оборудование будет закуплено для спортклуба единоборств «Олимп». У меня и у команды тренеров две основные цели. Первая – это массовость среди населения, чтобы каждый ребенок занимался и был просто здоровый. Ну и, соответственно, еще у нас есть другая цель – это воспитание спортсменов-олимпийцев, чтобы дети начинали заниматься с пяти лет и 13-15 годам могли уже быть на уровне сборной Российской Федерации по джидо. Молодежь будет развивать всесторонне, в первую очередь творчески, красивой, физической форме, богатое внутреннее содержание. Так в Нижнекамске планируют открыть еще одну творческую мастерскую. В этом году в Нижнекамске мы заключили два договора, пока попробовать хотим. Это с детьми слабослышащими и с детьми с балкыша. То есть это два для нас таких направления, которые будут работать, для них мы будем работать бесплатно. Так как, ну, у нас проект, в принципе, цель нашего проекта – открыть студию, создать условия для работы с детьми от шести лет и старше, и также для детей-сирот и детьми из многодетных семей на бесплатной основе. Представленные проекты эксперты одобрили единогласно. На этом сотрудничество инвесторов и бизнесменов не заканчивается. Первые фактически участвуют в жизни тех, кого финансируют. Они и далее будут помогать авторам дорабатывать проекты, контролировать ход реализации и расходование полученных денежных средств. Евгения Потуржанская, Регина Нурмухаметова, Роман Мальцев, телеканал «Нефтихим». На этой неделе стартует ремонт важнейшей дорожной артерии, соединяющей Нижнекамскую промышленную зону. Уже в среду, 16 августа, в 9 часов утра закроют проезжую часть Соболековской дороги, которая ведет в город. Для того, чтобы минимизировать неудобства, накануне начался ямочный ремонт проезжей части, по которой во время основных работ направят оба потока машин. Одновременно ГИБДД и ответственные службы разрабатывают пути объезда для обеспечения безопасности водителей и пассажиров. Соответственно, и для того, чтобы избежать заторов на дороге. Ежедневно по ней проезжают до 30 тысяч машин и более 400 вахтовых автобусов. В часы пик на кольце собирается до 3000 транспортных средств. Постоянные пробки и заторы – вот реальность сегодняшнего дня. Важную миссию по грандиозному ремонту взяла на себя компания «Нижникамснефтехим». Средства на эти цели выделяет акционерное общество и республика. Ремонт второго участка планируется начать во второй половине сентября. В ходе работ будет добавлена полоса для автобусов шириной более 4 метров. Она в районе Кольца перейдет в разгонную полосу в сторону Танека. Сотрудники ГИБДД настоятельно просят сотрудников промышленного узла на время ремонта отказаться от поездок на работу на личном транспорте. Нижникамцам предстоит потерпеть некоторые неудобства, но результат стоит того. Новое дорожное полотно будет отвечать всем современным стандартам. Уборочная кампания началась в этом году на две недели позже обычного. Аграриев подвела погода, лето выдалось дождливым. Впрочем, при соблюдении всех технологий на поле это не беда. Мнение сельчан о будущем урожая однозначное. Хлеб будет хорошим. Об этом уже свидетельствуют первые намолоты. По данным Департамента сельского хозяйства, на сегодняшний день обмолочено более полутора тысяч гектаров зернового клина. Зерна почти 5 тонн. Среднеурожайность злаковых 34 центнера с каждого гектара убранной площади. По мнению аграриев, дожди повлияли на созревание и овощных, и зерновых культур. Но даже у такой погоды есть свои плюсы. Ненастное лето не способствовало размножению вредителей. Сельхозпроизводители отмечают, что посеву мало пострадали от мучнистой росы и хлебно-полосатой блохи. Уборку зерновых на полях Нижнекамского района начали с ячменя. Как мы видим, некоторые колоски прямо гнутся к земле. Агрономы говорят, еще несколько дней и они упадут. У аграриев не так много времени, чтобы успеть собрать урожай. Как таковых лидеров по сбору урожая в этом году выявить трудно. Поозимой пшеницы опережает прочих агрофирмы Тубянкама. А вот ячмень лучше уродился на полях Бехатлеагра – 47 центнеров с гектара. Раньше начали с азимов культуры, а зимы и яровой ячмень все уже поспевает одновременно. Тяжело, конечно. И кормозаготовка идет заодно, а зимы надо сеять. В разгар уборочной кампании комбайнер – главная фигура, от которой зависит урожай. И если сельхозтехники хватает, поля района бороздят 54 комбайна, то дефицит рабочих рук всегда ощутим. Хозяйства вынуждены привлекать на сбор урожая работников других сфер. Причина банальна – сельские жители стареют, а молодежь уезжает в города. Анатолий Данилов – опытный специалист. Он сел за руль комбайна более 20 лет назад. Заглушив мотор, механизатор сноровисто спускается к нашей съемочной группе и сразу предупреждает – для него каждая минута на вес золота. В нынешний сезон земля влажная, тяжело идет в этом году. Дождей много было. Ну, стараемся уж без потерь собрать урожай. Рукооборку с экипажами комбайнеров трудятся водители грузовиков. От скорости и качества их работы тоже многое зависит. Каждый день на зерноток Халим Халюлин увозит около 17 тонн зерна. Ну, с утра до вечера рейсов здесь делаем. Зерно же хорошо выходит. Начинаем уже с шести, кончаем до восьми. Если солнышко, то поздно работаем. После того, как убирают зерновые, там, где прошли корабли комбайнов, сразу укладывают солому в катушке. Кроме того, в районе продолжается кормозаготовка. К зимовке на сегодняшний день припасено 24 центнера кормовых единиц на условную голову скота. Не за горами сбор свеклы и кукурузы. Уборка ни на минуту не должна останавливаться. Аграрий отвоевывает каждый солнечный час. Не зря в народе говорят, один погожий день весь год кормят. Регина Нурмухаметова, Лисан Саитова, телеканал «Нефтехим». А теперь к другим не менее интересным новостям. 19 августа в 13 часов на «Нефтехим-арене» впервые в истории состоится презентация обновленного хоккейного клуба «Нефтехимик». Такого Нижнекамский еще не видел. На яркое шоу приглашаются все любители хоккея и верные болельщики нашей команды. В программе представление нового логотипа клуба, имиджевого фильма, снятого творческой группой «Нефтехим-медиа», знакомство с новыми игроками команды и многое другое. В продолжение темы хоккея. В минувшую пятницу необычных гостей встречали отдыхающие спортивно-оздоровительного лагеря «Олимпийц». К юным спортсменам в полном составе приехала молодежная хоккейная команда «Реактор». Мальчишки и девчонки не скрывали своего любопытства, ведь возможность познакомиться лично с настоящими хоккеистами выпадает не каждый день. В этом году состав нашей молодежки обновился практически на 50%. Дело в том, что многие игроки покинули молодежную хоккейную лигу и нынешний сезон проведут в высший. Ну а если повезет, и вовсе в континентальной лиге. В основном воспитанники местной школы пришли как новички. 2000-й год команды. Они и своим возрастом играли в том сезоне, и за команду «ЮХЛ» неплохо выступили. Их порядка 10-12 человек. Первым делом в лагере состоялась пресс-конференция. Вопросы детей были самыми разными. Как «Реактор» отмечает свои победы? Какова география поездок? Не мешает ли игра учебе? Какие серьезные драки случались на льду? И кто побеждал? Также юным спортсменам было интересно, что помешало нижнекамцам в предыдущем чемпионате забрать кубок Харламова. Не осталось без внимания и личной жизни молодых хоккеистов. Детям стало интересно, как игроки проводят свой досуг. После пресс-конференции хоккеисты фотографировались с отдыхающими и раздавали автографы. Затем все дружно играли на спортивных площадках с младшими ребятами. Веселые старты со старшими, волейбол и баскетбол. Впечатления от встречи у детей остались самые положительные. Я принял то, что я тоже хоккеем занимаюсь, и то, что нужно вести свою команду, и то, что нужно заниматься спортом. Мне приятно, что ребята все приехали. Я хочу стать таким же накачанным и юным хоккеистом. Ну, очень интересно то, что они приехали. Я очень рад. Я тоже хочу стать, как они. Мне понравилось, что ребята приехали поддержать нас. Буду посещать игроктора. Важно отметить, на данный момент у хоккеистов непростое время. Идет просмотр игроков, выступавших в ЮХЛ. От того, как они себя проявят, будет зависеть, останутся ли они в составе команды молодежки и смогут ли потом продолжить карьеру в хоккейном клубе «Нефтехимик». Молодежная лига уже во многом отличается от детского хоккея. То есть нужно переходить на другой уровень, если хочешь играть в молодежной лиге. Люди постарше играют, и опыт у них побольше. То есть комплекция уже у всех такая более-менее взрослая. Впереди у игроков «Реактора» турнир в Нижнем Новгороде. Он пройдет с 21 по 26 августа. После этих соревнований станет известно, кто будет защищать честь молодежной команды Нижнекамска. Айрат Салимов, Ляйсан Саитова, телеканал «Нефтехим». Что интересного и значимого произошло в республике, об этом вы узнаете прямо сейчас из нашего экспресс-обзора. В поле зрения Россельхознадзор предлагает отслеживать перемещение соевых бобов, пальмового масла и других компонентов пищевой продукции. Соответствующее письмо ведомство направило Минсельхозу. В документе сказано, что данный шаг рассчитан на противодействие фальсификации продуктов. Для реализации идеи нужно дополнить единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю. Это позволит сопоставить объемы выпуска продукции, например, с количеством закупленного мяса и соевого белка. Напомним, что с 1 января этого года в России ввели маркировку продуктов с пальмовым маслом. Злаковые дешевеют. Стоимость зерна в Центральной России по Волжье снизилась на 700 рублей за тонну. Об этом сообщает аналитический центр «Савыком». Это самое сильное падение цен с начала сезона. Причина – большой урожай, рекордные запасы, а также недостаток вагонов и элеваторных мощностей. Подобная ситуация на юге России может привести к падению экспортных цен отечественного зерна. Защита от гриппа. В Татарстане стартовала вакцинация граждан. В республике планируют привить более полутора миллионов человек. В настоящий момент уже поступила вакцина для детей с шести месяцев. По словам главного внештатного специалиста по иммунопрофилактике Минздрава, отечественные препараты не содержат консервантов. Уже в сентябре начнется их развоз по школам. В рамках бюджетной вакцинации в Татарстане бесплатно прививаются работники образования, медработники, специалисты сферы обслуживания, сотрудники транспортной сферы, лица старше шестидесяти лет и люди, которые имеют какие-либо хронические заболевания. Культурный инспектор. Сотрудникам ГИБДД предлагают запретить курить и грубо вести себя с водителями. С такой инициативы выступило Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России. Соответствующий регламент уже опубликован на федеральном портале нормативно-правовых актов. Кроме того, в документе указано, что инспекторам следует воздерживаться от высказываний и дискриминационных действий по признакам пола, возраста, расы и национальности. Аппаратное совещание в муниципалитете сегодня началось с минуты молчания в памяти о Фалихе Мустакимове. В ночь на 13 августа он ушел из жизни. Нижнекамским городским прокурором Фалих Салихович проработал 5,5 лет и запомнился коллегам своей принципиальностью, справедливостью и чуткостью к людям. Похороны состоялись сегодня в 10 часов утра на Новотатарском кладбище в поселке Константиновка. Программу продолжит оперативная сводка. Не переключайтесь. Погибшего, что стало причиной смерти, выясняют следователи. Признаков насилия не обнаружено. Отчего горят коляски? Выходные для жителей дома номер 6Б по проспекту строителей выдались непростыми. На первом этаже жилого здания произошел пожар. Загорелись детские коляски в тамбуре. Дым быстро распространился по всему подъезду и квартирам. Жильцов верхних этажей пришлось эвакуировать по пожарной автолестнице. Сейчас выясняется причина возгорания. Ради спокойствия малыша в Нижнекамске женщина задушила 84-летнего свекра, который мешал спать ее новорожденному ребенку. Трагедия случилась 10 августа в квартире одного из домов по улице. 50 лет октября. Женщина призналась в убийстве. Она объяснила свой поступок тем, что пенсионер часто ходил по ночам. Возбуждено уголовное дело. Пришло время поговорить о том, что значимого произошло на производственных площадках компании Нижнекамск Нефтехим. Еще со школьной скамьи мы знаем, что такое катализатор. Это вещество помогает ускорить реакцию различных химических процессов. На производственных площадках Нижнекамск Нефтехима катализаторам отводится важная роль. Порой без их участия получить тот или иной продукт просто невозможно. Сейчас на заводе Оки Сиэтилена идет работа по увеличению мощности катализаторной фабрики. Там побывала наша съемочная группа. Завод по производству Оки Сиэтилена компании Нижнекамск Нефтехим работает уже более 35 лет. Перечень выпускаемых продуктов достаточно широк. Этиленгликоли, этилкорбитол и этилцилозольф. В дальнейшем эти вещества используются как другими заводами акционерного общества, так и уходят на экспорт. Кроме того, подразделением выпускается необходимый для многих химических реакций продукт – катализатор КДИ. Спрос на него растет и поэтому на заводе Оки Сиэтилена продолжается строительство новой установки. Здесь ведутся строительные работы. Возводится каркас здания для производства катализатора КДИ мощностью 3000 тонн в год. Планируется данное производство построить и запустить к концу 2017 года. Грандиозная стройка здесь стартовала в начале года. За это время сделали немало. Полностью расчистили площадку. Под землей на глубине 11 метров завалили бетонные сваи, которые сверху соединили монолитной плитой. Далее залили фундамент, демонтировали старое, отработавшее свой срок оборудование. За качеством строительных работ следят несколько подразделений компании Нижнекамских Тихим. У нас есть специализированные центры, специализированные лаборатории неразрушающего контроля, которые приезжают, также проверяют от фундаментов, проверяют сварные швы, проверяют вертикальность, целостность и качество изготовления металлоконструкции. То есть все этапы производства, они проходят тщательную проверку. Сегодня работа не прекращается ни на минуту. Позаводчане монтируют жесткий блок. Далее будут установлены сводные соединения. Благодаря им, по словам строителей, процесс возведения ускорится. Заказ на СНЧ-панель, здание будет обшиваться, будет делаться перекрытие из монолита, ну и будет монтироваться оборудование. Само же сооружение будет высотой в шестиэтажный дом. Сроки сжаты, а успеть надо многое. Нефтехимики считают, что наращивание мощности позволит полностью исключить использование импортных катализаторов. То, что строители справятся с поставленными задачами, сомнения не вызывает. Они уже не раз доказывали, что на них можно положиться. Евгения Потуржанская, Рад Салимов, Лисан Саитова, телеканал Нефтехим. Галубатиловые каучуки, выпускаемые в компании Нишникам с Нефтехим, получили признание качества многих известных мировых компаний по производству шин. Данный продукт выпускается с использованием изопутилена полимеризационной частоты. Это позволяет в разы улучшить качество продукта по многим показателям. Наш корреспондент накануне побывала на заводе Бутилова-Каучука. На днях там завершился капитальный ремонт. Все подробности у Эльвиры Элларионовой. Сегодня каучук стал незаменим в нашей повседневной жизни. Он используется практически везде. В резино-технической, медицинской и даже пищевой промышленностях. Резина на основе ГБК обладает повышенной газонепроницаемостью, стойкостью к многократным деформациям и высоким сопротивлениям разрыву. Залог хорошего успеха в работе Нижнекамск-Нефтехима – это своевременное обслуживание оборудования. При остановочном капитальном ремонте важно выполнить все необходимые работы качественно и быстро. На заводе Бутилова-Каучука он продлился чуть больше недели, согласно плану. В 2017 году прошел в коротких сроках, но за эти короткие сроки был выполнен большой объем работы. А именно на вылодинках поменяли внутри сушилки мягкие вставки. На Андерсонов зачистили и отшлифовали виброэлеваторы. Также были поменены на новые воздуховоды этих агрегатов. Это все сделали для того, чтобы не попадали посторонние предметы на выпускаемую продукцию. У каучуков есть такое свойство, как налипание. Если долгое время крошка лежит на металлической поверхности, то может произойти изменение цвета. Допускать этого нельзя. Качество превыше всего. Сейчас же налипаемость каучука исключена благодаря шлифовке виброэлеваторных аппаратов. Ответственное отношение заводчан к своей работе – результат всех достижений на производстве Нижнекамск-Нефтихи. Василия Харисова уже более 20 лет трудится во благо родному предприятию. По словам ветерана труда, каждый работник строго соблюдает свой функционал за период капитального ремонта. Были выполнены все поставленные задачи. Не секрет, что работа прессовщика очень ответственна. Перед его глазами в час проходит порядка 8 тонн галобутилового каучука. Если на готовом продукте во время осмотра выявляется несоответствие нормам, сотрудник цеха обязывает тут же его устранить. Готовые брикеты проверяются и отправляются в склад упаковки. Завернув готовый продукт, его отправляют в контейнеры. Здесь на помощь заводчанам приходит робот. Его задача – не пропустить бракованный брикет эластомера. После того, как мы закончили капремонт, у нас какой-то радость, что мы сделали работу. И у нас припуски, что чистые продукты выходят. Окончательная сдача оборудования производится согласно утвержденному плану. После пробного запуска капремонт на заводе – необходимый запланированный процесс технического обслуживания оборудования. Это залог стабильной работы всего производства. Эльвира Иларионова, Роман Мальцев, телеканал «Нефтехим». Качество выпускаемой продукции во многом зависит от условий хранения. В составе каждого подразделения компании «Нефтехим» имеются склады. На заводе «Этилена» за сырьем и готовой продукцией следят работники отдельного цеха. Нашей съемочной группе удалось более подробно познакомиться с этим подразделением. Цех промежуточных складов, очистки, термообезвреживания, отходов, приемки, хранения и отгрузки пропилена раскинут практически по всей территории второй промышленной зоны компании «Нижнекамскнефтехим». В его состав входит несколько объектов. Мы принимаем, храним и откачиваем всю продукцию завода «Этилен» потребителям. Соответственно, первую зону можем откачать, можем на колеса откачать, по ЖД-цистернам. Ну, основная же наша задача – это складирование и перекачка. Контроль за процессом осуществляется благодаря современным технологиям. Аппаратчики видят, сколько сырья пришло и ушло в цех, а также в другие подразделения компании. Перекачка идет по МЦК. Межцеховой коммуникации у нас, трубы, насосы. То есть все в закрытой системе. Никакого открытого налива не происходит. Ну, соответственно, негативного воздействия на человека тоже не происходит. Сегодня в состав данного объекта входит 11 резервуаров для хранения легко воспламеняющей жидкости и 30 аппаратов для сжиженных углеводородных газов. Имеется на участке и факельная установка. Во-первых, факельная установка – это аварийный сброс завода на случай внепланового останова. То есть, чтобы выброс произошел не в атмосферу, а все вредные вещества, углеводороды, можно было сжечь и тем самым нанести меньший урон окружающей среде. За двумя факелами наблюдает один аппаратчик. Он ведет постоянный мониторинг, следит за давлением при необходимости для поддержания температуры. Оголовки факела контролируют расход пара. На факел подается топливный газ, работает при температуре 700 градусов, сжигаются отходы. Сегодня на заводе «Этилен» началась подготовка к капитальным ремонтам. По словам заводчан, в этот период факела загружены как никогда. Во время остановочной процесса нагрузка ложится на факела, потому что аппараты освобождаются, продуваются, и все сдувки идут к нам на факел. Соответственно, интенсивность выхода к нам всех смежных цехов, в данном случае у нас не только «Этилен» выходит, у нас еще по ним еще три завода выходят. Так что мы, грубо говоря, обеспечиваем еще и другие заводы аварийным сбросом. При этом нефтехимики уделяют особое внимание охране окружающей среды. Природоохранная деятельность компании осуществляется в соответствии с объявленной экологической политикой и требованиями международного стандарта. Акционерное общество регулярно проходит аккредитацию в государственных надзорных органах. На сегодняшний день завод «Этилен» можно назвать одним из самых передовых по техническому оснащению. Работая в круглосуточном режиме, заводчане не перестают модернизировать и совершенствовать технологические процессы. Айрат Салимов, Роман Мальцев, телеканал «Нефтехим». Среди сотрудников Нижнекамс «Нефтехима» немало талантливых фотолюбителей. И это неоспоримый факт, яркое тому подтверждение конкурс «Фоторабот», организованный в преддверии юбилея компании. Он стартовал еще в мае. За три месяца на суд, жюри пришло немало достойных фотографий. Увидеть шедевры нижнекамских любителей фотоискусства смогла наш корреспондент. Нижнекамск «Нефтехим» знает, как подружить экологию и промышленность. На счету компании множество достижений в сфере охраны окружающей среды. Действует и специальная программа. В этом году она нацелена на выполнение всех необходимых мероприятий в рамках года экологии. Один из пунктов – открытый фотоконкурс для сотрудников акционерного общества. Было разработано положение профсоюзным комитетом Нижнекамск «Нефтехим» совместно с отделом охраны окружающей среды. Было разработано положение, в котором с мая месяца работники могли представлять свои работы в наш профсоюзный комитет, которые в итоге дошли в эту финальную часть. Практически в течение всего лета в профсоюз Нижнекамск «Нефтехима» конкурсанты приносили фото. Кто-то предоставлял снимки из домашнего архива, кто-то реализовывал свои новые идеи. В финальную часть тендера вошли более 200 работ. Каждый из авторов выбирал близкую по теме номинацию, а их было немало. «Мой край, моя страна», «Мой завод и охрана окружающей среды», «Природа родного края» и многие другие. На днях состоялось заседание конкурсной комиссии. Там присутствовали как любители фотографий, так и профессионалы своего дела. Глаза у меня просто разбежались, потому что чисто конкурентов увидел в этом плане. Очень много работ серьезных, технически очень грамотных. И очень много интересных моментов, которые захватили любители, которые не всегда можно увидеть в повседневной жизни. Одновременно с конкурсом на экологическую тематику в правкоме акционерного общества было решено определить лучшего автора фоторабот, посвященных 50-летнему юбилею компании. В результате на суд жюри предстали как современные снимки, так и исторические ретро-фотографии. Определить лучших действительно непросто. Работы очень интересные, и нам очень тяжело выбрать победителя, потому что каждая работа по-своему интересная. Победители будут объявлены уже в конце августа. Планируется, что самые лучшие работы будут выставлены на отдельном фотобаннере. Эльвира Иларионова, Артур Довлекаев, телеканал «Нефтехим». У меня на этом все. Напоминаю, что все наши сюжеты, программы и, конечно же, свежую интересную информацию вы можете найти на сайте холдинга «Нефтехим.Медиа» www.medianknh.ru Программу ввела Анна Александрова. До встречи в эфире. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok